куда спрятать осенью зимой да и летом большие емкости для двух-трехлетних саженцев они заполняют балконы лоджии сарае превращая их порой в вечную свалку и это уже чемодан без ручки а настоящие сундуки выход есть он очень дешево а главное не теряя ни одного саженца или рассады вы получите мобильные стаканы или кашпо в сухом остатке уменьшающийся в небольшом пакете или яшишки об этом наш второй репортаж максимально сократить затраты в шесть раз как уже говорили в предыдущем фильме по создании стаканчика причем для крупных саженцев годовалых саженцев винограда или рассады вот у нас трехлитровая банка сейчас мы из нее а сделан настоящий стаканчик причем без дна мы вырезали из полиэтилена 50 сантиметров чтобы два раза обмотать как бы юбку вокруг банки а высота у сколько сколько 40 сантиметров то есть высота не регламентирована советую такие стаканы длинные делать для ухостриков для орехов для фисташки 50 сантиметров их купишь это сумасшедшие деньги а у вас теперь под руками бесплатный на любой вкус на любое растение так наматывай пожалуйста вот мы ее наматываем аккуратненько сейчас но это вы делаете без нас можете спокойно но вот мы намотали вокруг банки здесь надо немножко приноровиться натянуть пленку отец совершенно не обязательно получилось у нас 22 оборота практически за полных оборотах прозрачность есть корни мы увидим в любом случае теперь сейчас мы вот этим скотчем сделаем три полоски повторяя для больших высоких банок желательно скотч широкий но для этого все таки использовать надо машинку у нас такая есть но к сожалению пока мы не на даче вот верхнюю часть мы банку просто сдвинули в этом стакане наверх и сейчас мы соберем здесь поставим тоже скотч посмотрим но вот мы это сделали верхний получился средней полоской и мы еще разочек проработаем скотчем здесь самый край этого стаканчика с тем расчетом чтобы земляной ком здесь а пыль такой своеобразный плотное дно хорошо держалась вот у нас получился стакан диаметром 14 сантиметров высотой сколько 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 30 сантиметров если все видите 30 сантиметров теперь мы приступаем самому главному набиваем земляной ком причем вот здесь вот когда видите расходится пленка здесь совершенно не надо обязательно подкручивать все это делать за вас земля сама набьет и притащит каждый слой ловцы пленки друг другу об этом не надо заморачиваться ненавижу слово когда говорят не переживайте переживают в театре и в тюрьме а мы волнуемся поэтому всем желаем вам благополучия процветания и так приступаем самым главным ответственным моментом набивания земли и так насыпали земли теперь главное вступает сила пролетария колотушка поджимаем как следует тщательно выбираем все места где могла быть рыхлая земля и делаем и плотно но после женского труда поступает мужская сила я переконтролирую ну вот мы засыпали землю где-то 80 сантиметров имейте ввиду что конструкция в общем нет так жесткая поэтому надо толщину слоя выбрать побольше и и влага если влага не течет ведь о ком такой сах как хороший кусок глины это значит вполне порядочный и нужная нам консистенция влаги в грунте ну вот видите здесь чалкой мы поджали и так далее но имейте ввиду что может и получиться сразу же хорошее дно и вот этот вот такой вот тромб своеобразный вот этот поршень который там остался он может не выдержать я попробую посмотрим как он будет работать ты уверенный так далее да вот но может так получится что вы не влажный грунт и земля у вас может быть так выскочить ничего страшного в этом нет есть другой более экономичный способ сделать ком и посадку в такие контейнеры еще больше до 5 до полу метра диаметра надежные и уверены смотрим как это делается видите я перевернул сейчас банку и надел этот стакан вот сверху тем расчета что вот сюда мы сейчас будем насыпать землю утрамбовывать ее и получать очень надежный хороший такой тромб поддон который будет надежно держать вам весь грунт сверху и то же время пропускать воду что самое важное и воду и и влагу вот теперь мы это берем сейчас утрамбовываем до до момента такой максимально плотной консистенции консистенции сейчас подсыпем ее и мы продолжим заводить землю можно оставить с небольшими бортиками это не так принципиально теперь мы нашу конструкцию беря вместе с банкой переворачиваем нас на обратную сторону вот так вот на землю и банку используем как поршень чтобы она у нас плотно плотно прижалась но сейчас я поставлю эту банку не на столе он стеклянную меня а на пол и и посмотрим как и получится так мы поставили на подставку и надо еще немножко нажать пожалуйста нажми сверху используем женский труд вот тогда чтобы она поплотнее было банку только не раздавить и тогда плотно плотно отлично но видите ценой невероятных усилий женским рук банка была извлечена из стакана сейчас все засыпаем не надо грубую физическую мушку сильную прижать как следует прекрасно стакан готов и дно у нас готово теперь осталось насыпать дополнительно немножко грунта сюда еще чуть-чуть и его тоже подожмем но не так много но все равно поджать его надо что сейчас когда посадим на растение чтобы они располагались по конусу это очень важно чтобы у нас а потом когда будем загружать совсем грунт я россии немножко буду подергивать наверх с тем расчетом чтобы корни более вертикально были и заполняли все пространство выбранного нами стакана пластмассовые баклажки и здесь у нас черенки на хоя саженц уже двух-трех лет видите как трудно их вытащить отсюда это надо или разрезать но тут у нас практически грунт такой легкий но если вы будете использовать их у себя для посадки саженца то это конечно травма для растений этого нельзя допустить но сейчас мы выним оставим из них один и 2 поставим в новый стакан они большие длинные конечно же вытаскивать их громадное неудобство естественно представьте что испытывает этот момент растения когда вы их переваливаете в грунт они вас болеют еще год а так на новых стаканах а вообще принципе они даже не почувствуют это как легкий укол даже практически укола не будет то есть растением уже постоянно как бы будет находиться в хорошем грунте переход их из стакана в грунт будет им совершенно не замечен видите как мы по кругу за круг опускаем туда так чтобы корни лежали горизонтально центр этого нашего стакана должен быть чуть выше на холме как бы сажать с тем расчетом чтобы корни старались опускаться вниз мы сейчас будем насыпать землю а сам саженец будем постепенно чуть приподнимать с тем расчетом что нужно сажать землю чтобы у нас постоянно земля обволакивала саженец и все корни были у нас мощно закрыты питательным грунтом ну вот видите как мы сейчас подсыпаем грунт и все-таки немножко подтягивая саженец на себя упс и засыпаем еще с тем расчетом чтобы корни были направлены все-таки были сверху вниз чуть-чуть имели наклон и нас неважно а когда вы будете сажать виноград уже в открытый грунт вот уровень земли вернее каверны которые бы сажать вот эта точка рост отсюда должно происходить новые лианы новые корни ой новые рукава очень приподняли вот так вот все достаточно терпишь мы пожалуйста камер не закрывать да еще это пускай туда ниже да да это аккуратненько делать всем расчет опять чтобы расправить стенки стакана и избежать воздушных корней о ее воздушных что я говорю не воздушных каверна кстати воздушные корни называется если вы посадите виноград вот секундочку вот так на уровень земли то корни будут вырастать вот на этом уровне здесь вот и они отмерзнут зимой поэтому надо сажать виноград в такую каверну 15 сантиметров и вот эта точка должна быть на уровне уровне земли на 15 сантиметров представляете а вот такая каверна по весне вы раскапываете но корни будут осенью вы засыпаете еще 15 сантиметров и во все корни находится ниже уровня земли на 15 метров все корни винограда растут не ниже 30 сантиметров это проверено одним из легендарных виноградарей подмосковье господином чугуевым ему можно верить у него более 200 виноградов и сортов винограда и все плодоносили но сегодня технологии настолько сумасшедшие быстро развиваются что самые прорывные из них становятся достоянием каждого из вас и вашем саду а будет чудо изобилие полная чаша всего любого винограда любого вина любого самого невероятного саженца который произрастает в любой точке планеты земля вот внимательно пожалуйста вверх не придерживайте пленку а вниз туда в куб пальцами вдоль стенки опускаете глубоко пальцы вниз тем расчетом чтобы создаете плотная плотную фракцию питательного грунта вдоль стены нам обязательно надо расщарить набить это стакан плотно с тем расчетом чтобы не было воздушных каверн и естественно что вот видите земляной ком становится плотной и обязательно поддержите стакан на плоской поверхности значит там влага она подсохнет и за этот ком земляной постепенно превратится очень мощный сильный плотную мембрану который заполняет заменяет вам настоящее дно мы сейчас землю дополним сверху и на этом будем заканчивать но и так мы закончили заполнение грунтом саженца виноград какой-то сорт артек но это крупный виноград 1 скоро спелый есть этот монако вообще много очень сортов последние достижения братьев украинцев по создают нам возможности на самом деле получать невероятный крупный виноград я уже вот мелодия 40 грамм ягода есть у нас виноград надежда нет надежда невеста да он созревает 17 июля вес грозе до трех с половиной килограмм и сейчас мы вот этот сейчас при подымем посмотрим а вдруг упадет мы перекладываем его подымай ну подымись выше выше подыми но ведь как мы нормально держится и кладем его в поддон с тем расчетом что можно было залить его заливать будем обязательно в поддон водичка что пришла снизу сверху не надо заливать ну и будем показывать вам как развивается виноград двухлетки имейте ввиду что все это технология дает безусловно всем нам большую пользу а я считаю что не успех дано с вами важно а полезность очень буду рада если этот видео вам были полезно вы сделаете еще более качественные урожаи и добьетесь с благополучия вашей семье вашим детям вашим родителям подарите прекрасные минуты наслаждения и вкусные ягоды и очаровательным вином и кельчеватор четырехметровый с нашими саженцами винограда киви шелковицы хурмы и прочее как это сделать и это очень недорого мы расскажем вам следующем репортаже подписан на канал топ сад будем рады вашим знакомым новым знакомым старым друзьям комментарии лайки и пизлайки приветствуется удачи на даче всегда должно быть нашей задачей иначе нам удачи не видать если не будем применять новые технологии позволяющие добиться невероятных успехов виноград растет теперь от полюса до полюса и в каждой вашей усадьбе должна быть полная чаша изобилия это мы вам обещаем